Это программа «День с толком». Студия Анастасия Дороган. Смотрите в этом выпуске. В одной из проблемных поликлиник Барнаула, десятой, новый главврач. Видят ли жителей изменения? С Новым годом по китайскому календарю. Как свой праздник отмечают жители Поднебесной на Алтае и почему к ним с удовольствием присоединяются и россияне? Жители Барнаула выступили против застройки на горе. Своё недовольство общественники высказали в ходе общественных слушаний, которые инициировала компания «Отклик». Ранее стало известно о том, что фирма намерена построить жилой комплекс на Зминогорском тракте 35-Б. Речь идёт о пяти домах. Строительство планируется завершить к 2024 году. Сейчас на этом месте находится лес. На защиту лесного массива встали 35 человек. Некоторые из них считают, что деревья спасают дома на Зминогорском тракте от шума трассы, пыли и загазованности. Другие попросили обратить внимание на то, что рядом расположена оползневая зона АБИ. И на этом фоне плотная застройка может иметь негативные последствия. Какое решение примут власти, пока неизвестно. Продолжим. В одной из проблемных поликлиник Барнаула сменился руководитель. Десятую городскую теперь возглавляет Константин Печенников. Он пришёл на смену Павлу Полникову, на чью работу в последние годы жаловались пациенты медучреждения. Нехватка врачей, долгозапись на приём. Стало ли проще со сменой первого лица, узнавала наша съёмочная группа. Каких врачей не хватает? Наверное терапевта. В бокс попали. В бокс. С высокой температурой. Записали аж только на 25-й. Десятая поликлиника. Прошло два месяца с момента выхода в эфир нашего сюжета о доступности медицин на Южном. Как там сменился главврач. Но проблемы жителей на пути к медуслугам всё те же. Всю жизнь был военный. Как-то было проще. Там всё за один день можно было всё. Диспансеризацию, допустим. А тут как столкнулся, я уже четвёртый месяц сюда хожу. Эта поликлиника обслуживает 40 тысяч человек. Огромная нагрузка для учреждения, которое носит статус сельского, а не городского. В ноябре жители прикреплённых к нему посёлков написали петицию. Просили отстранить от должности тогда ещё действующего главврача Павла Польникова. Петицию очень быстро удалили. Публичные жалобы людей прекратились. Но в начале 23-го Крайовой Минздрав провёл кадровую перестановку. И у 10-й поликлиники появилось новое лицо Константин Печенников. Шесть лет он руководил Калманское ЦРБ, а последние 10 месяцев поликлиника Медвуза. Вот я записываюсь, у меня сегодня приём в детскую больницу. Было шесть, семь педиатров, стало два. Я надеюсь, конечно же, что всё поменяется в лучшую сторону, потому что это ненормально, когда человек не может получить помощь. Нехватка педиатров, гинеколога, хирурга, эндокринолога, как следствие, приём могли ждать неделями. Мы обратились в Минздрав, но в короткий срок они не предоставили комментария о кадровой ситуации в поликлинике и о планах нового главврача. Известно лишь, что Константин Печенников ждёт встречи с министром Дмитрием Поповым. После обещал дать нам интервью. Первый раз была сегодня, поэтому меня приняли очень замечательно. Стало проще попасть, записаться на приём? Да, да. Стало проще, да? А какому врачу? А эндокринологу. В неофициальном разговоре в Минздраве подчеркнули, что смена главврача с жалобами людей не связана. Так, руководители в январе обновили в краевом противотуберкулёзном диспансере и первой стоматологической поликлинике. Ждём комментариев от 10-й поликлиники. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. В крае по-прежнему растёт число больных ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, болеют 19 тысяч человек. В основном врачи фиксируют риновирусы, а также свиной грипп группы В. Цифры по заболеваемости коронавирусом растут не так быстро, но ковид в крае фиксируется. Между тем, в Барнауле начали прививать от ковида назальным способом, обычным впрыскиванием в нос. В 10-й городской поликлинике с начала января ставят по 20-30 таких вакцин ежедневно. Блокцила та же самая, у нас гамка Витвак, который спутник ВИ. Набираем также, тоже дозировка у нас идёт. Насадочку одеваем. Специальная насадка позволяет распылить препарат в носу и носоглотки пациента. Процедура комфортная, длится не дольше обычного укола. Такой метод убивает вирус, который попадает в организм воздушно-капельным путём. Но назальный формат подходит тем, у кого нет насморка. Детям такую вакцинацию тоже пока не проводят. Привиться вы можете в любой поликлинике города, предварительно записавшись через колл-центр или через портал госуслуг. Добавим, что в январе в Алтайский край поступило 33 тысячи насадок распылителей. Все они одноразовые, как и шприцы. Через 21 день после первого компонента вам нужно будет записаться на вторую дозу. Развивать транспортную систему внутри барнаульской агломерации – одна из задач, которую ставят власти краевой столицы на ближайшие десятилетия вплоть до 35-го года. Напомним, что помимо Барнаула в агломерацию входят Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. В мэрии обсудили так называемый долгосрочный план развития этих территорий. Работа над ним станет логическим продолжением, сформирована еще в прошлом году стратегия социально-экономического развития барнаульской агломерации до 35-го года. В стратегии определены 9 направлений. Одно из важнейших – это развитие транспортной системы, чтобы жители агломерации не испытывали неудобств при придвижении внутри нее. Важными также являются развитие производственного комплекса, строительство жилья, развитие городского хозяйства. Правительство Российской Федерации готово выделять деньги из федеральных источников, в том числе из федерального бюджета, для реализации крупнейших проектов по развитию городских агломераций. Могу сказать, что Барнаул начал разработку долгосрочного плана в числе первых, в буквальном смысле. И я думаю, что мы в числе первых заявимся на штаб правительственной комиссии по региональному развитию, который, собственно, и будет утверждать вот это финансирование. Чтобы получить средства, необходимо иметь четкий план, на что их планируется потратить. Поэтому сейчас команда специалистов разных профилей ведет работу с муниципалитетами, входящими в агломерацию, чтобы собрать проекты, которые и войдут в тот самый план развития территории. К другим темам. Больше 500 елок получили шанс на вторую жизнь. Именно столько деревьев сдали барнаульцы на переработку в рамках традиционной акции по сбору новогодних елок. Почему не нужно выбрасывать праздничные деревья и какую пользу можно получить при их сдаче, узнавала Валентина Аскерова. На улице минус 30, но для доброго дела погода значения не имеет. Укутавшись теплее, жители краевой столицы несут отслужившие свой срок новогодние деревья. Акция по сбору новогодних красавиц в Барнауле проходит шестой год подряд. И с каждым годом людей, которые вносят свою лепту в экологию, становится все больше. Моя семья просто занимается вообще раздельным сбором уже, наверное, последние лет пять. И мне совесть не позволяет просто выбросить. Всех своих родных, близких, друзей тоже, ну, как-то к этому подталкиваю. Оно непроизвольно происходит. Вот, поэтому... Уже почти два года она моя совесть, поэтому мне она тоже не позволяет. В этом году акция проходила сразу на шести площадках. У торговых центров, на площадях Народная, Адмирала Кузнецова, у строительного супермаркета и в Зеленом сквере. На последней площадке за два часа волонтеры приняли десятки деревьев. Вот эти елочки поедут на мусорку, будут лежать там гнить. А так они принесут пользу, будут использованы вторично. Елки, пихты, хвойные ветки. Все это в тот же день отвезли на деревообрабатывающий комбинат в Полоск. Елки, которые выносят и ставят около мусора, хранятся почти до марта. И это не очень красиво уже, поэтому мы решили. А в этом году, когда узнали, что елки пойдут еще и на переработку, чтобы дальше в строительные материалы уходить, старший сын сказал, дома строить хорошо, елку несем. Общественная организация «Мусора больше нет». Помимо ежегодного сбора елок, каждую последнюю субботу месяца проводит акцию по сбору вторичных материалов. Любой желающий может задать на переработку металл, пластик, стекло, тем самым продлив им жизнь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Накануне жители нашей страны с удовольствием отметили очередной Новый год. На этот раз по китайскому календарю. Празднуют, конечно, не так широко и масштабно, но все же интерес к Восточному Новому году у наших соотечественников только растет. Почему традиция Поднебесная приобретает такую популярность в России, разбираемся в сюжете. Ван Минься родом из провинции Хэбэй. Из Поднебесной к нам в Сибирь попала 19 лет назад. По обмену приехала учиться в один из барнаульских вузов. Сейчас уже преподает русский язык студентам из Китая. К нашей культуре привыкла, полюбила морозы, снег и праздники. Теперь Минься встречает сразу два новых года – русский и китайский. И если наш символизирует зиму, то китайские весенние обновления. Это значит, что у нас там в древнее время, на самом деле, после вот этого праздника уже весна начинается. Люди начали уже посеять, работать. Но перед этим неделя выходных. Новый год для китайцев, как и у нас, самый долгожданный и любимый праздник. Из больших городов они съезжаются в родные провинции, чтобы успеть отпраздновать семьей. Конечно же, вокруг большого застолья. Обязательные блюда – из рыбы, которая символизирует достаток. Из риса – он сулит счастье. У нас самый главный – пельмени. А пельмени, китайские пельмени, похожи на ваше варенье. Много-много готовили. Говорили, первый месяц после Нового года не будем готовить. Неразрывен этот восточный праздник с мифологией. Если для русских главным злым существом в Новый год является похмелье, то для китайцев это страшный нянь. 365 дней чудища спит в пучине моря и только в канун Нового года вылезает, чтобы разорять людей. Отпугивают его китайцы одеждой красного цвета и громкими фейерверками. К слову, особую популярность праздник приобретает и в нашей стране. Возможно, за его красочность. Вот, к примеру, кадры фестиваля с Москвы. Русская культура, она довольно открытая. И многие вещи, которые связаны, я думаю, с красивыми, прежде всего, какими-то событиями, мы с удовольствием перенимаем. Во-вторых, мне кажется, здесь надо четко понимать, что Китай растет, и все заинтересованы изучать его культуру. Необычный антураж праздника привлекает и тех россиян, кому нравятся темы зодиака и гороскопов. К примеру, нынешний год черного водяного кролика. Сам по себе праздник связан с сменой энергий по китайской метафизике, которые предполагают определенную степень прогнозирования. То есть, зная характеристику каждого животного, мы, в общем-то, можем создать себе предсказуемый прогноз, чего ждать в этом году. А многие в нынешних сложных условиях, конечно, хотели бы настроиться на позитивный лад. Ведь кролик – символ семейного благополучия. К слову, какие бы культурные различия не имел Новый год в разных уголках мира, все же его главная цель – объединение людей, считает наша героиня Минься. На самом деле все одинаковое. Видите, первое – все, собираться вся семья вместе. Это все. Надо все хорошо кушать, играть, все. Вот это, на самом деле, все-все одинаковое. Просто немножко все свои традиции. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. У алтайских борцов есть шанс выиграть на первенстве России. Путевку на соревнования парни получили благодаря успешному выступлению на первенстве Сибири по спортивной борьбе. Соревнования среди юниоров прошли на выходных в Барнауле. Красивые кадры борьбы, а также интервью с участниками соревнований – в нашем сюжете. Здесь завоевывают путевки в будущее. Первенство Сибирского федерального округа по спортивной борьбе среди юниоров в памяти заслуженного тренера Советского Союза Хромцова Федора. В зале нет любителей, только профессионалы – парни, которые большую часть своей жизни посвятили греко-римской борьбе. Это отбор на первенство России, в который должен пройти каждый спортсмен. Подлечиваем, тренируемся, побеждает сильнейший, только терпеть. Мы готовились две недели, сборы были, проходили на территории АОРа, здесь тренировались. Тренировки были тяжелые. Каждый готовился как мог. Сегодня здесь собралось почти 170 спортсменов со всех регионов Сибири. В каждой команде не меньше 20 человек. Возраст юниоров от 18 лет до 21 года. Возраст такой интересный, это уже, как правило, спортсмены состоявшиеся. Это не дети, которые уже умеют делать приемы, у которых уже правильная тактика поведения. Помимо красивой борьбы, всегда есть другая сторона медали – травмы, ушибы. Но здесь это никого не останавливает. Травма может произойти, это и переломы, это и ушибы. Вот сейчас вы слышали бросок, 5 баллов наверняка, а спортсмен произвел очень крутой бросок. То есть, если спортсмен подготовлен, конечно, если неподготовленного человека бросить, будет более печально. А вот самые закаленные и подготовленные борцы теперь отправятся на следующий этап соревнований. Кстати, шанс на победу на первенстве России теперь есть и у нескольких борцов из Алтайского края. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!